Приветствую вас всех! Слава Господу! Наш Господь благ и милостив во все время. Он всегда самый лучший, Он всегда рядом, Он всегда любит и благословляет нас. Он наше упование, Он наша надежда. Он тот, кто на самом деле по-настоящему любит нас, друзья, по-настоящему. Он каждый день, Он каждую минуту, Он каждую секунду с нами, Он всегда, потому что Он это сказал, что будет с нами до скончания века. Он будет с нами всегда. Слава Ему и хвала! Давайте помолимся, поблагодарим Его. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою жертву, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты воскрес, за то, что Ты спас нас. Ты просто любишь нас и принимаешь нас такие, какие мы есть. Спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе. И всегда есть на сердце такая радость. Благодарить Тебя, благодарить, потому что мы, верующие, понимаем, Господи, как Ты страдал за нас, как Ты любишь нас и как Ты заботишься о нас. Спасибо Тебе. Благослови, Господь, это время, чтобы оно было действительно Твоим, Господи. Ты благослови нас, молился я во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Слава Богу. И хочу я начать сегодня с такой небольшой нотки, с такой точки истории, как Бог благословил меня и благословляет каждый день. Но это время было для меня очень тяжелое. Это было еще в Израиле, когда я жил там какое-то время. Бог показывал мне свою любовь, свою милость. Он просто заботился обо мне. И об этом я могу говорить очень много. Потому что я реально видел по-настоящему, как Он меня любит, как Он меня благословляет, как Он меня хранит. Другими словами, можно сказать, как Он меня носит на своих руках. В прямом смысле слова. Какие бы трудности ни были, как бы ни происходило, и что бы ни происходило, Он всегда рядом. Он всегда рядом. Поэтому я вспоминаю одну историю, когда недалеко, это было в 2006 году, когда недалеко возле нашего дома упала ракета. Тогда была небольшая атака со стороны одной стороны, которая находится непосредственно рядом с границами Израиля. И упала эта ракета, дом задрожал. И в этот момент я обратился к отцу, потому что до этого он никогда раньше не спускался вниз в бомбоубежище. Ему это было как-то не до этого. То есть он всегда говорил о том, что это не для него. Он уже прожил достаточное количество времени. Ему ничего не страшно. Так вот, когда эта ракета упала, я только повернул голову, посмотрел, его нету, след простыл. Когда мы спустились вниз, в бомбоубежище, я с ним разговаривал, он говорит, ну, шутки шутками, но жизнь дорога. Дорога каждому из нас. Поэтому я хочу вас вдохновить, я хочу вас укрепить, чтобы вы поняли и для себя подчеркнули, как важно на самом деле сегодня в это нелегкое время уповать на нашего Бога Иисуса Христа. По-настоящему уповать. Потому что, правда, без Него нам не преодолеть все эти испытания, все эти трудности. И тему, которую сегодня я хотел бы вместе с вами разобрать, эта тема, она очень обширная. Одна часть ее – это «Достигая конца веры». Давайте мы сразу с вами откроем место из Писания. Это 1 Петра, 1 глава. И прочитаем два стиха, 8 и 9 стих. «Которого, не видев, любите, и которого доселе, не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конец веры в вашу спасение душ». Так у веры есть конец. У веры есть конец. Есть момент, когда уже не нужно будет верить. Многие верующие это понимают, когда мы встанем перед Христом. Потому что то, во что мы верим, уже произойдет. И это будет очевидным. Это будет бесспорным. Сегодня мы спасаемся в надежде, друзья. Спасение – это как прощение, как прошлое время, совершенный факт. Это уже произошло. А надежда – это то, что в будущем будет. И сегодня наше спасение основано на нашей вере. Об этом мы должны помнить всегда. Оно основано на том, что сделал Иисус Христос. И если мы сохраним веру, то мы достигнем конца нашей веры. Спасение душ, как говорит Слово Божие. И если мы не сохраним веру или откажемся от нее, то тогда конца нашей веры мы не достигнем. Мы его просто не увидим. Поэтому мы сегодня живем в такое время, когда мы должны верить по-настоящему. Верить беспрекословно. Не сомневаться. В Библии есть такое место, где написано, что мы всегда будем с Богом. И ничто нас не сможет отлучить от Него. Ничто никогда. Никакая тварь. Давайте откроем. Это Римлянам 8 глава. Это Римлянам 8 глава. И прочитаем мы с вами 38-39 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашему. Никто, никакая тварь никогда не сможет нас отлучить от Бога». Иисус дал нам обещание, друзья. Он прямо в Слове Своем показал нам это. Он сказал такие слова. Это Матфея 8 глава, 28 глава Матфея. И прочитаем мы это место с 18 по 20 стих. «И приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами вовеки до скончания века». Аминь. Это просто, ну, другими словами, можно так сказать, эмоционально. Вау! На самом деле Бог очень любит нас. Он сделал все для нас. Он сделал самое-самое главное и самое ценное. Он умер за нас. Он искупил нас. Он простил нас. И сегодня, мы, находясь вот в этом состоянии, в состоянии верующего человека, мы понимаем, что Он еще и пообещал нам, что Он будет с нами всегда. И это прекрасно на самом деле. Это очень приятно. Знать, что я не один. В это тяжелое, трудное время, когда на земле столько происходит нехороших, неправильных вещей, Он со мной. Он с тобой, брат и сестра. Он благословляет нас. Он любит нас по-настоящему. И Он это доказывает. Он не просто это говорит. Он это доказывает. Доказывает своим словом и своим делом. Иисус не оставляет. В этом-то весь главный смысл. Он нас не оставляет. Люди оставляют Бога. Это большая разница на самом деле. Очень. Огромная. Просто даже словами порой нельзя описать ту разницу, которую мы можем на самом деле видеть и сравнивать нас, людей, с Богом. Это вообще, этому даже нету разницы. Ну, как бы нету смысла, чтобы сравнивать это. Вот. И апостол Павел наставляет Чимофея в одном из мест и говорит, даже когда мы неверны Богу, Бог остается, друзья, Бог остается верен. Аминь. Это прекрасно. И дает объяснение. Почему? Потому что от себя отречься Он не может. Он не разделяет себя со своим словом. Давайте мы откроем это место. Это 2 Тимофея, 2 глава. И прочитаем с 11 по 13 стих. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то и с Ним оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от вас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Ибо себя отречься не может. Бог от себя отречься не может. Слово, которое Он говорит, оно реально, оно настоящее, и оно не изменяется. Если Он сказал, Он это делает. Поэтому наша вера основана не на нас, друзья, не на наших силах, не на наших возможностях, не на наших, скажем, счетах в банках, в нашем имении. Нет. Оно основано, наша вера, на Боге. на том, что сказал Бог. А Бог от нас ждет веры. Настоящей, живой веры. Действенной веры. Есть такие слова в Писании. Это евреям 10 глава 38 стих. Давайте мы с вами прочитаем. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы с вами будем жить только верою. Если мы будем сомневаться, если мы, как написано, поколеблемся, не благоволит душа Бога. Он отворачивается, он закрывается от нас. Хотя мы знаем, что в других местах Бог написан, Он верен всегда. Его слово верно всегда. Вера является важным фактором в нашей жизни. Каждого, друзья, каждого из нас. Потому что верю я или нет, зависит от этого моя жизнь. Зависит мое настоящее состояние и мое будущее. Вера формирует не только мое мышление, оно влияет на то, что я чувствую и на то, куда я иду. Вера влияет на всю мою жизнь. Давайте вот, например, такой один рассмотрим. Авраам однажды услышал, что сказал ему Бог. Это такая история, она очень важная, она интересная, она открывает нам очень интересные, очень глубокие взгляды и говорит пойди в землю, которую я тебе укажу. Бог говорит Авраам и поверил Авраам Богу и пошел. Посмотрите, друзья, он не просто сел и начал ждать от Бога этой обетованной земли или этой земли, которую Бог ему пообещал. Он встал и пошел. чтобы ее приобрести. В этом очень много есть глубин для каждого из нас очень важных. Бог хочет, чтобы мы сегодня с вами делали то, что Он нам говорит разными путями. В сердце, через братьев и сестер, через конкретно, конечно же, через Слово Божье. Он это говорит и Он хочет, чтобы мы это слышали. Библия говорит так же, если нету дел, то нету и веры. Вера без дел мертва. Она мертвая, потому что на самом деле, обратите внимание, внимательно, что дела показывают силу нашей веры. вопрос не в делах, друзья. Это очень важный момент. Вопрос не в делах, но в вере, в настоящей живой вере. Веришь ли ты в то, что Господь Бог? Веришь? Или это просто слова? Вера, которая в сердце, полностью влияет на нашу жизнь. она внутри, глубоко, в нашем сердце. Откуда берется вера? Давайте зададим себе такой вопрос. Для многих, кто знает Слово Божие, все очень понятно, все очень просто. Мы знаем это наизусть. Конечно же, в Библии, правда? В Библии находится главный источник. Писание само отвечает на этот же вопрос, что вера отслышания, отслышание от Слова Божьего. Ну, куда же еще проще, на самом деле? Все намного просто, все очень просто. Например, я говорю кому-нибудь, давайте так, рассмотрим такой пример, представим себе, что я приду к тебе в понедельник, скажем, в пять часов вечера, вот, и он поверил, какой-то человек, просто поверил, что я приду к нему в пять часов вечера, и в пять часов вечера он меня ждет. Он имеет надежду, что в пять часов вечера я буду у него. Я еще не пришел к нему, но он в это верит, и он ждет меня. И если я исполню слово и в пять часов вечером я действительно буду у него дома, это будет конец его веры, потому что я уже пришел. Свешившийся, факт. Я могу сказать, ведь я человек, я могу сказать, что прошу прощения, позвонить через какое-то время, сказать, что я задерживаюсь, например, упал где-то, или кто-то меня задержал, или там проблемы с машиной, да что угодно. То есть я могу позвонить и сказать ему, извини, брат, извини, друг, я не смогу прийти, я не приду. То есть даю слово, забираю слово. Просто, да? Дал, взял, дал, взял. Мы люди. Вы знаете, я вам скажу такое, но у Бога, у Бога, друзья, так не бывает. Вот это самое основное, самое главное, что Бог говорит то, что Он делает. если Он сказал, оно так и будет. А мы с вами имеем веру, вот только вопрос, во что верит христианин? Во что верит верующий человек? Во что? Давайте мы так немножко разберем, вот такие, скажем, моменты. Христианин верит в Иисуса Христа, да? Да. христианин верит, что Бог явился во плоти, да. Бог был среди людей, да. Бог прожил жизнь и пошел на крест, да. На кресте Он исполнил, испытал, перестрадал. На кресте Он исполнил все, все унижения, все, что было самое нехорошее и все, что есть на этой земле самое противное. Он все это пережил на себе. Всякие плевания, унижения, все, да. И вот эта жертва за грехи. В законе Моисеевом сказано вот такие слова, друзья. Проклят всякий висящий на древе. Проклят. Иисус Христос взял на себя проклятие закона. Что это значит? По закону Моисеева проклят всякий, кто не исполняет то, что написано в книге закона. Все, что не написано в книге закона. Не какую-то часть или какой-то момент, а именно все, что написано в книге закона. Есть проклятие, которое передается по наследству. Мы это тоже знаем. И тоже об этом говорится в Слове Божьем. Если кто-то в моем прошлом поколении совершал неугодное Богу, он приобрел проклятие, которое действует не только в его жизни, но еще на четыре поколения. вперед, говорит Библия. На четыре поколения вперед. Это так говорит закон Божий. Закон Моисея. Потому что Бог наказывает до четвертого поколения. Это большое количество людей, которых мы не можем себе даже представить. Это огромное, большое количество людей. Но когда человек уверовал в Христа, когда он понял, что проклятие возможно не из-за него пришло в его жизнь, что на самом деле понес Христос и веруя в Иисуса Христа, он понимает, что Христос понес его наказание не свое, а мое и твое на себе. И веруя, мы освобождаемся от этого проклятия, об этом говорит Библия, и получаем благословение. Получаем благословение. Апостол Павел говорит в Галатах, давайте мы с вами откроем, апостол Павел говорит в Галатах в 3 главе, послании Галатам, да, 3 глава, 13, 14 стих, мы давайте прочитаем, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всякий висящий на древе. в оригинале вы знаете написано, что Иисус искупил нас не от клятвы, а от проклятия закона, и сделался за нас не клятвою, а проклятием, потому что Он взял все проклятие на Себя. Что такое проклятие закона? Такой вот вопрос мы можем себе задать. проклят всякий, кто не делает постоянно, повторяюсь, постоянно того, что написано в книге закона, потому что это очень важно делать регулярно. Если мы несовершенные люди, в той или иной степени мы получаем проклятие, мы можем, точнее, мы не можем соответствовать Божьему стандарту, но Иисус сделался за нас клятвою. правильный. Правильный было бы на самом деле так сказать, что Он, Иисус, сделался за нас проклятием. Он взял это проклятие на Себя, ибо написано проклят всякий висящий на древе. Вот. И в 14 стихе дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. почему человек боится о своем будущем? Вот задавали мы себе такой вопрос. Почему люди боятся о своем будущем? потому что они не верят. Они не верят. У этого человека нету логики. Точнее, она срабатывает, эта логика, и получается, что он начинает думать, я не идеальный, я несовершенный, как Бог может меня благословить. Как? За что? как благословения могут прийти в мою жизнь? Как? Мы должны понять, что Бог не строит с нами отношения на основании справедливости, друзья. Он строит с нами отношения на основании милости. На основании милости. А Библия говорит, милость превозносится над судом. Вау! Аминь! Это просто сильно. Я не знаю. Я когда понимаю, что я обращаюсь к своему Богу и прошу Его, чтобы Он меня простил, чтобы Он меня помиловал, я верю, что так оно и будет. И Он призывает меня и тебя, чтобы мы были милосердны к нашим братьям, к нашим друзьям, к нашим близким, к соседям, знакомым, к нашим детям. потому что источник внутри нас, Бог внутри нас и из нас исходит, хотим ли мы прощать или будем ожесточаться, или будем стараться, или пытаться поступить по справедливости. А Библия говорит, милость превозносится над судом. Так вот, когда человек это понимает и в это верит, он становится милосердным и другим. Я становлюсь милосердным. Ты становишься милосердным. И вокруг тебя приходит правда, мир. Так было у меня много-много раз, когда я мог принять другое решение. И с детьми принять решение наказать или с друзьями нагрубить, кого-то обидеть. Но я понимал, что я в молитвах прошу у Бога милости ко мне. И Бог призывает меня к тому же самому, чтобы я был милосердным, чтобы я прощал. И тогда у меня будет настоящая любовь, его любовь. Когда мы познаем Божью любовь, мы понимаем, что она неизменна, она бесконечна, она всегда. Это происходит по вере. Бог действует по милости своей к нам. Мы получаем от Него все по милости. Бог любит. И Бог нас призывает и призвал не только для жизни на этой земле. Апостол Павел говорит, что если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, вы самые несчастные люди. Мы самые несчастные люди. Основной смысл в спасении пребывания в вечности Бог хочет, чтобы я был там, где Он всегда. Он хочет, чтобы ты был там, где Он всегда. Он призвал меня к этому. Он тебя призвал к этому. Все, что я вижу сейчас, это временно, а невидимое оно вечно. В посланник евреям в посланник евреям в 11 главе и в первом стихе написано «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Многие христиане понимают это так. Вера это когда я хочу, когда я что-то услышал от Бога, то, что я услышал, это от Него. невидимого. Давайте еще раз. Многие христиане, да, вот, они понимают это так, что вера это когда я что-то услышал от Бога, то, что я услышал от этого, от Него, это от Него то, что я услышал, от Бога, но оно есть у Бога, невидимо. я это не вижу. И я верил или верю, и поэтому оно осуществилось. Если это было бы так, друзья, было бы написано по-другому. Вера же есть уверенность в невидимом и осуществлении ожидаемого. Но в Библии мы видим, что написано совсем наоборот. на самом деле речь идет о том, что вера есть осуществление ожидаемого. Если Бог тебе сказал или тебе открыл через Писание или через какой-то другой способ, и это слово достигло твоего сердца, и Он что-то пообещал в твоей жизни, то оно обязательно исполнится. Оно обязательно осуществится. Это есть осуществление ожидаемого. Потому что ты поверил тому, что сказал Бог. Ты поверил и я. То есть такие вещи, которые мы не видим в жизни своей. И когда Бог говорит Аврааму, посмотри на звезды, сколько у тебя будет потомков, или посмотри на песок, столько у тебя будет потомков. Авраам это видел, друзья? Скажите, он это видел? Все это произошло после его смерти, насколько мы знаем и помним. И мы с вами являемся потомками Авраама, так говорит Библия. Есть много вещей, которые происходят не по нашему желанию, но они происходят в нашей жизни. Есть Божье Слово или обетование, которое что-то обещает нам. Это Слово будет жить здесь, на земле. И вот это называется уверенность в невидимом. Есть люди, о которых говорится в послании к евреям 11 главе. О них описано, что они очень много страдали, они переживали огромные трудности, они терпели холод, голод, они были в тюрьмах, их убивали. Это были люди, которые в своей жизни ничего хорошего не видели. Но они жили верою, они жили упованием на Бога. И как бы видя невидимое, они достойно прошли через все испытания и трудности. Они не сломались, они не отказались от своей веры, они остались верными Богу. Бог ждет от нас такой веры, чтобы мы были верны Ему. В послании к евреям сказано, весь мир их не был достоин, но они страдали. Так вот, у них вера была настоящая. не осуществление ожидаемого, друзья, а уверенность в невидимом. Они смотрели на вечное, потому что апостол Павел говорит, что кратко временно страдание это не так страшно, потому что видимое временное, а невидимое вечно. у нас с вами есть и то, и другое. Есть слово от Бога, которое говорит нам, что Бог о нас позаботится здесь, в этой земной жизни. Есть слово от Бога, что я с вами буду до скончания века, и я никогда вас не оставлю. Есть слово от Бога, что мы всегда будем под его защитой. Есть слово от Бога, есть слово, которое говорит, что вы искуплены от суетной жизни. это слово от Бога. Мы искуплены. Бог не просто поменял наше мышление, он нас заново родил, и это очень важно знать. Мы новое творение. В Библии есть такое слово, кто во Христе, тот новое творение, новая тварь. Новое творение, это означает сотворенное, что-то новое, сделанное. Мы родились свыше. Когда я родился свыше, теперь сам Бог мой отец. Бог мой отец, Бог твой отец. Оттуда не приходит никакого проклятия, друзья. оттуда, сверху. Оттуда приходит только благословение. Они льются вниз. Благословения не текут вверх. Это как реки. Мы знаем в Писании такие выражения, как дождь Духа Святого и многое другое. Это приятно осознавать, что оно изливается, Библия говорит на нас, его благословение. А теперь не просто верующий. Ты не просто верующий. Я и ты Сын Божий. Аллилуйя. Мы дети Божьи. А если я сын, то и сонаследника говорит Слово Божье. И поэтому большая честь и часть Божьих обетований для меня и для тебя огромная. Очень важно понимать, как иметь веру. Откуда она идет? Через что мы ее можем принимать? Как мы ее можем слышать? И в Библии говорится, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ни я, ни ты мы не можем услышать, пока нам не скажут, пока кто-то нам не откроет. Кто должен сказать? Бог. Других источников, друзья, нету. как он это скажет? На самом деле, это его дело. Может производиться различными методами. Может быть, ты будешь читать Библию, или Дух Святой, возможно, откроет тебе через Слово, и будет тебе говорить в твое сердце, и у тебя появится вера, что-то поменяется внутри тебя. очень важно, чем мы питаемся. Это одно из основных и главных критериев, или, скажем, моментов верующего человека, верующей жизни. Когда спрашивают, можно это есть? Можно. Почему нет? Но только травишься. Точно так же можно слушать, или, когда задают вопрос, а можно ли слушать, или читать какие-то различные книги. Все можно слушать, но не все можно есть, потому что для нас Слово Божие это пища, мы ее принимаем в себя, вовнутрь. Поэтому очень важно, что мы слушаем, что мы читаем, чем мы наполняемся, и это не должно контролировать нас. как говорит Писание, от избытка сердца говорят уста, что в сердце, то и на устах. Если у нас внутри на самом деле пусто, или злоба, или ненависть, или обида, если в сердце нету любви Божьей, нету мира, то то же самое будет происходить вокруг нас. Мы будем реагировать на все, что вокруг нас отрицательно. Мы будем из себя, изнутри изливать всю эту ненависть, всю эту грязь, весь этот мусор. Вера это то, что нам нужно сегодня. Без веры мы не сможем просто двигаться дальше. У нас не будет ни сил, у нас не будет никаких возможностей благодарить, просто даже наших близких и родных. Это будет не от сердца, это будет не искренне. Поэтому слава Господу нашему за все, за все его дела, за все, что он делает в нашей жизни. Слава ему, ему хвала. Я хотел бы на этом закончить. Это будет, скажем, первая часть этой темы, будет продолжение. Вот. И я хочу, чтобы мы сейчас помолились вместе и поблагодарили Господа нашего за все. За то, что у нас есть Он, за то, что у нас есть вера, за то, что есть у нас Слово, сказанное нам в наше сердце им. Благодарим Тебя, Господь, превозносим Тебя, Отец, Дух Святой. Слава Тебе и хвала Тебе за всю Твою любовь, которая изливается на нас, которая благословляет нас. Господи, спасибо Тебе за Слово, которое Ты даешь нам в сердце наше, Господи. То, что у нас есть упование на Тебя и то, что мы имеем в сердце, Господь, сегодня. Благодарим Тебя, что оно именно от Тебя, Господь. Научи нас, веди нас, благословляй нас. Тебе слава и хвала. Спасибо Тебе за все. Аминь. Будьте благословены. Пусть Бог вас хранит, благословляет ваши семьи, дает вам все самое-самое необходимое для того, чтобы здесь, на этой земле, когда мы живем в этой телесной храмине, у нас было все для того, чтобы мы имели достаток, имели благодарение и благословение. Спасибо вам за все. Слава Господу. Аминь. Аминь.